Полк спецназначения «Гепард» отметил день части, днём открытых дверей. Чем живут внутренние войска в репортаже наших корреспондентов? Первым делом в «Гепарде» демонстрируют, что есть на вооружении оружие, экипировку и спецсредства. Гости праздника – дети, примеряются к автоматам. Лицеисты заинтересованы более серьёзным. Им показывают миномёт и пулемёт. Многие из них готовы в дальнейшем связать свою жизнь с милицией. «Силовые структуры – это почёт, это уважение, это всё-таки защищать родину. Для этого мы однозначные мужчины». А это маскировочный костюм для снайперского дела. Так сразу и не поймёшь, что такое. А внутри человек. «Незаметно подобраться на территорию противника и залезть в кустах, маскироваться. Ментовка предназначена для стрельбы, чтобы уничтожить противника». В этом году «Гепард» уже поднимали по тревоге в связи со взрывами в Днепропетровске. Охраняли также порядок на Евро-2012 в Харькове и финальный матч в Киеве. Даже участвовали в тушении пожара в Херсонской области. «Основная задача, пока в стране всё тихо, это хорошо, дай Бог. Основная задача у нас – это обеспечение гражданского порядка, то есть патруль по городу». «В любую минуту, в любую пару дня и ночи, когда посыпает команда, мы автономно, без втручания других сил, можем выехать в любую точку Украины для ликвидации массовых безладий, борьбы с злочинницей, в зависимости от задач, которые будут поставлены перед подразделом». Во время показательных выступлений показывают всё, что умеют. «Вот овчарка ищет взрывчатку и наркотики, задерживают преступника, а это коронный номер, разбивают раскалённую черепицу». Сейчас в части из 380 человек всего 57 солдат срочной службы. Все остальные служат по контракту, как говорят сами, энтузиасты и романтики. Таких же ждут свою команду. «Подребность всегда есть, конечно есть. И мы ждём всегда с удовольствием людей, которые, вот именно то, что я говорил, романтики, энтузиасты, которым нравится военная форма, которые физически крепкие». День части у гепарда на самом деле 31 октября. Решили отметить раньше, потому что знали, потом времени не будет отправиться в Киев охранять выборы.